ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, тебе это нравится, Страж. Ведь именно поэтому ты сейчас на канале Трипл Вайп. Чтобы услышать, как я, Джонни Лейни, расскажу тебе о своих впечатлениях от винтовки Идеальная Эпидемия. И объясню, почему эту пульсу обязательно должен иметь каждый защитник последнего города. А как её получить? Я вот месяц в игру не заходил, вообще стоит заморачивать. Как её получить? Серьёзно? Кто-то ещё может не знать? Я же рассказывал на канале, вот видео. Можешь посмотреть и решиться наконец. Ну, либо карауль стрим и погнали за пульсой вместе. Ведь мы с командой уже провели 5 стримов, на которых всем желающим закрыли эту активность. К делу, короче. Импульсная винтовка Идеальная Эпидемия обладает двумя экзотическими перками. Первый – Рост Скверны, который создаст рой смертоносных частиц, наводящихся на врага и наносящих ему дополнительный урон. Рой создаётся за убийство в Крит и за серию попаданий в Крит. Паразитизм вешает дебаф на врага, увеличивающий входящий по нему урон в несколько раз, в зависимости от количества прицепившихся к нему нанитов. Кроме того, уже сейчас у каждого уважающего себя стража в процессе выполнения катализатор на эту винтовку, который увеличит урон от нанитов. А в случаях, когда враг с прикреплёнными на нём частицами погибнет, частиц становится ещё больше, и они перекидываются на рядом стоящих противников. И да, про то, как сделать этот самый катализатор, я тоже уже делал в видео. Ты где был вообще? Теперь давайте наглядно покажу, как работает главная фишка пульсы, и объясню, откуда такая тонна урона. Тонна дамага. Как мы уже видели из описания перка, после каждого прицельного убийства создаётся рой нанитов, злобных мелких дронов. Они-то и увеличивают урон. А именно, рой из девяти нанитов. Они самонаводящиеся и могут поражать цели, которые находились рядом с убитым противником. Кхм-кхм. Скольки нанитов? Девяти. Скольки? Эм... Девяти. Девять! Это не призраки! Это наниты! О господи, лороведы совсем поехали. Если же вы нападаете на несчастного огра в затерянном секторе, босса на налётах, рейдового босса, то картина приобретает иной вид. В случае, если вы долго стреляете по жирному мобу, наниты будут появляться во время стрельбы и цепляться к цели. Один нанит за каждые четыре бёрста. Живёт такой нанит ровно 10 секунд, за которые вы создадите ещё несколько и тем самым увеличите входящий по цели урон. Проще говоря, стакайте. До какой цифры копятся эти стаки? До 7. Вернее, максимальное количество урона от одной винтовки со стаками будет отличаться от выстрела без стаков на 173% по приросту урона. Вот сейчас на геймплее виден принцип того, как копятся стаки и меняется урон. Первый выстрел по голмуту, например, 182 урона. Последний выстрел 538 урона. Это с учётом того, что я промазывал. А теперь самое сладкое. Эти самые стаки накапливаются, учитывая нанитов ваших товарищей по команде. Что позволяет команде из 3 или 6 человек, в зависимости от активности, наносить просто неприличный для основного оружия урон. То есть, чем больше стражей в вашей команде одновременно стреляют из этой дуры по врагу, тем больше накапливается нанитов и тем больше урона наносится. Мои коллеги по цеху уже проводили подсчёты. Если даже вы будете вдвоём стрелять по врагу, то урон от нано-дронов будет увеличен более чем на 200%. Нормально так, да? Спасибо. И это винтовка в кинетический слот. Кинетические, дамы и господа. Но урона в ней больше, чем в некоторых представителях из других классов оружия. И больше, чем в любом другом оружии, использующем белые патроны. О, нет, 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 нет. Есть ли в этом дисбаланс? Ну давайте подумаем. Но сначала спонсорское сообщение. Если у тебя постоянно не хватает времени на фарм, или надоело мучиться с пвп этапами квестов ради тех же пушек, или ты всё ещё не получил эту самую идеальную эпидемию, но очень хочется, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Заветный желанный экзот, прокачка персонажей, закрытие рейдов – всё это доступно на сайте двинг.нет. По промокоду TRIPLE VIBE ты сэкономишь не только нервы и время, а ещё и деньги. Скидка-то 15%. Хочешь пульсу? Пиши оператору в чат, и он ответит на все твои вопросы. Теперь обратно к видео. Итак, вопрос дисбаланса. Есть ли он? Ответ? Нет. Пульса просто невероятно чётко сбалансирована. Имбой её назвать язык не поворачивается. Во-первых, мы уже выяснили, что круче всего преимущества винтовки раскрываются при игре в команде со стражами, которые вооружены этой же винтовкой. Ну, а у тебя же друзей нет. Так что Б – баланс. Во-вторых, обычно вопрос баланса болезненно стоит для всех в ПВП. Мол, там и так всё сломано и не сбалансировано. Очень бы не хотелось ещё одну имбу в эту ядерную смесь забрасывать. Выдыхайте. Эта винтовка раскрывается больше в ПВЕ. Она создана для ПВЕ. В гарниле есть дофига оружия, которое будет лучше. Извините, но никак не могу сказать, что пульса в ПВП выделяется особо-то уж выгодно. Она нормальная. Окей такая. Скорострельность у неё 450 выстрелов в минуту. Вот тут вот, видите, написано 450. Архетип, надо заметить, не самый рабочий. Домно будет лучше, былые обиды будут лучше. Конечно, не в ситуациях, когда турочки и противники сидят в тесном коридоре и не собираются разбегаться, когда ты убиваешь стража, создав рой частиц. В таком случае, безусловно, винтовка будет аннигилировать очень быстро и красиво. Но такие ситуации единицы, их ещё дождаться надо. Да и как бы гранатой можно то же самое сделать. Урон от попадания в голову 25 единиц. В тело 16. То есть, 3 точных очереди и минус противник. Однако, эффективная дистанция маловато, а для ПВП это очень критично. На на частицы наносят по 10 единиц урона по противнику, что тоже не очень много. Однако, тут работает принцип тот же, что и на мобах. Чем больше частиц прицепится к противнику, тем больше урона по нему будет проходить после этого. Если точнее, то 44 дамаги в голову и 27 в тело. При условии, что все до единой частицы прицепятся к нему. Меньшее количество, меньший дебаф. Это и удобно как раз в тех случаях, что я описал. Куча народа в одном месте. Что в итоге? В итоге, это винтовка для ПВЕ. Там ей место, там она заслуживает чуть ли не постоянного использования. Особенно, если играете в команде. Эпидемия в первый слот и келл дробовик во второй. И возмутительная удача с нароленными гранатами-шипами и предельной мощностью в третий. И вы просто ДПС-чудовище, кого угодно затащите. Ну а в ПВП с ней можно играть, но ее особенности там раскрываться будут едва ли. Я не уверен, но вероятно еще полностью прокачанный катализатор заставит нас вернуться к этой винтовке. И взглянуть на нее под новым углом. И возможно я замучу видос, где покажу, что катализатор стоил этих нескольких недель ожидания и ползания по шахтам от Тревора. Так, ну сейчас надо будет выписать, какие дубликаты бывают. Тревор? 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 Это звучит максимально по-гейски. Я это сохраню. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк под видео. Ты же до конца досмотрел? Значит с тебя лайк. Новое правило. И подпишись на канал. Скоро грядут множество новостей по игре. Будь в курсе всех обновлений. Спасибо за просмотр. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!